Я приветствую зрителей канала АТВ. Это полезный проект среда. Наступила зима. Кто-то застыл в ожидании самого любимого праздника года, кто-то достал лыжи и сноуборды, предвкушая увлекательные поездки в горы, а кто-то работает над тем, чтобы зима в нашем сознании ассоциировалась исключительно с приятными моментами. В нашем эфире сегодня поговорим о готовности Ставрополя. К зиме мой собеседник – заместитель главы администрации Ставрополя, руководитель Комитета городского хозяйства администрации нашего города Иван Скорняков. Иван Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Несправедливо, конечно, кто-то собирается отдыхать, а кто-то должен работать над тем, чтобы мы... Ну вот я подумала, эта мысль, наверное, действительно самая правильная. Проводится огромная работа, чтобы мы в зиме видели только плюсы, чтобы нам было тепло в наших домах, чтобы нам было уютно в городе. Расскажите, пожалуйста, для чего необходима подготовка к сезону отопления и как она обычно проходит? Ну, к отопительному сезону мы начинаем готовиться еще, не закончив предыдущий отопительный сезон, постановление у нас выходит где-то в апреле месяце, когда мы даже еще не закрываем, который был до этого. Подготовка зиме – это не только подготовка систем теплоснабжения, это комплекс мер, это и электрические сети, и газовые сети, и вода, и водоотведение, и транспорт, и части содержания автомобильных дорог, заготовка песка на соляной смеси, ремонт и подготовка техники. То есть задействовано огромное количество организаций. То есть мы получаем паспорта, вот у нас на территории города 2345 многоквартирных домов, да, и на каждый дом мы должны получить паспорт готовности, то есть проверить полностью все, большую работу проделывают районы администрации, советы микрорайонного, специалисты теплосети, то есть на каждый дом мы получаем паспорт, а что такое получить на каждый дом паспорт? Это обойти каждую квартиру, то есть проверить, опрессовать, нет ли утечек, и после этого все, передать это все в Ростехнадзор для проверки и устранить все замечания, если не будут. Плюс к этому всему у нас помимо теплосети, которая у нас имеет, ну, обслуживает более 50% населения, у нас еще есть 9 организаций тоже со своими котельными, это частные котельные, которые также мы помогаем им, и кто-то добросовестно, кто-то менее добросовестно, и они также сертифицируются и получают паспорта совместно с администрацией города. Я поняла, да, это большое количество людей, да, вот я слушаю вас и понимаю, да, вот эта любимая нами шутка из года в год произносимая «зима пришла неожиданно», она не может прийти к вам неожиданно, потому что вы к ней готовитесь всегда, я так понимаю, и летом, и весной, и осенью, круглый год. Этот год, 2020, и мы каждую программу об этом говорим, стал особенным, повлияла ли пандемия на вот эти процессы, на подготовку к зиме? В части запланированных ресурсов, снабжающими организациями мероприятий по капитальному ремонту и реализации инвест-программы, то есть каждое предприятие, он тратит деньги, заработанные на ресурсе, там это вода, тепло, не на прибыль, а на усовершенствование, ремонт тех сетей, которые находятся у них на балансе, это все полностью было выполнено всеми предприятиями, и части горсвета, и теплосети, и водоканала, и горгаза. Единственная была сложность небольшая, это у нас по газу, это обследование газового оборудования, которое находится в квартирах, из-за чего, к сожалению, у нас пожары происходят вчера, сегодня, то есть у них, ну, слава богу, не без больших последствий, как в других регионах, взрываются целыми стояками, целые дома. Но мы эту работу начали еще в том году, после первых взрывов по стране, обошли практически все квартиры, вынесли предписания, но в этом году из-за того, что люди относятся к предпринимателям горгаза, которые приходят проверить, ну, не очень, да, корректной части ковида. Много мошенников, да, в этой сфере много мошенников попаиваются? Много мошенников, и плюс из-за ковида были приостановлены мероприятия, ну, все равно, в любом случае, отрабатываем, вот это большая, только из-за этого была проблема. В части выполнения работ, как еще по весне было сказано, то есть коммунальные и дорожные службы, это относящиеся к жизнедеятельности, и ни на один день никто не уходил ни на карантин, ни на удаленку, ну, кроме бухгалтерии, может, каких-то специалистов, все остальные работали без ухода на карантин. Можно ли сказать, что мы готовы? Теплоэнергетики готовы, эти готовы, галочки поставили, все готовы, готовы. Не, ну, так как мы получили паспорт готовности 15 сентября от Ростехнадзора, всегда говорят, что мы первые в крае, но у нас первые проверяют, если быть честным, да, то есть такая колезия. Ну, можно говорить, первые. Первые, да. То мы готовы, ну, в любом случае, износ, к сожалению, сетей города у нас на данный момент в районе 60%, не особенно, что касается, там, электрических сетей, там, некоторым кабелям, там, 60-80 года постройки, то есть, поэтому иногда приходится делать то, что люди больше всего не любят, судя по жалобам, то есть инстаграм, когда, там, копают у них во дворе, еще что-то делают, но ресурсники, ресурсы обжаящие, организации это делают не потому, что им хочется у вас прерыть, чтобы... Покопаться у вас в склад найти. Это энергоснабжение, энергостабильность города, то есть, лучше перетерпеть... Чем когда-то остаться без света. Есть и плохие примеры сейчас, вот, да, там, по газу, люди Октябрьского района, там, к сожалению, очень сложная система в Горгазе, у них, там, заказчик в Питере, подрядчик в Нижнем Новгороде, копают они в городе, и люди живут в городе, вот, они третий месяц поразрыли, все, но вот боремся с ним. Кто отвечает за техническую готовность многоквартирных домов в земле? Ну, я понимаю, что в общей сложности, да, понятно, что вы это все контролируете, но те самые наши знаменитые управляющие компании, ТСЖ, они как-то участвуют? Ну, в любом случае, за подготовку имущества отвечают всегда собственные имущества, то есть, люди у нас, ну, к счастью, постепенно к ним приходят осознание того, что их дом, это их дом, это их собственность, то есть, даже каждый кусочек подъезда в какой-то доле... У них есть такое понятие, как общедомовые нужды, общедомовые, то есть, они должны готовить, ну, по большей мере, с управляющими компаниями у нас на территории города проблем нет, конечно, сложнее готовить там, где непосредственно форма управления, ТСЖ, там есть четкие, порядочные, есть более-менее хаотичные. Людям очень сложно объяснить иногда, что вам необходимо сброситься по 100 рублей, чтобы прочистить дымоход. А почему я? Да, почему я должен платить? Городу надо, пусть и делают. Ну, а если не получает паспорт хотя бы один дом, не получает паспорт от технодзора весь город? Ну, боремся, собираем уговорами, то есть, всеми на свете, то есть, ну, добиваемся результата, в любом случае, эти все работы проводятся, ну, тяжело иногда с людьми, но... Но все-таки, я поняла, понимание приходит, что мое не только за пределами, вот, внутри моей квартиры, но и за пределами квартиры, это тоже... Ну, плюс все-таки какие-то все вот эти мероприятия, которые основаны государством, это субсидирование управляющих компаний, то есть, да, это мысли, то есть, программа капитального ремонта, люди, особенно в жилом фонде, видят количество домов, какое все-таки идет большой объем в части ремонта, то есть, особенно, там, лифтового хозяйства, только в этом году 144 лифта было заменено, никогда столько не делалось на территории города Старополь, за те 10 лет, которые, наверное, до этого. И люди хотят следить. Есть, конечно, разные, но... Большая ответственность. Да, чтобы все вокруг было красиво и комфортно. Я услышала, да, мы все услышали о том, что, да, где-то устаревают сети, да, и я понимаю, что помимо вашей постоянной работы, регулярной, да, подготовки к отопительному сезону, есть еще работа по обновлению сетей. Какие-то сети обновились и в этом году, я правильно понимаю? Ну, оно и есть, это все в комплексе подготовка к отопительному сезону и капитальный ремонт, это две программы, которые... Где-то профилактика, а где-то обновление. Ну, в любом случае, это идет с заменой. Соответственно, много в этом году и поменяли водопроводов, особенно мы стараемся менять сети на тех участках автомобильных водорог, которые мы осуществляем ремонт в рамках... На данный момент раньше это были краевые деньги, сейчас они тоже есть, сейчас национальный проект безопасной, качественной автомобильной дороги. То есть максимально, когда мы планируем, мы всех ресурсовоснабжающих организаций предупреждаем, и они вкладывают деньги в замену сетей по максимуму, да, все, что можно сделать, дабы потом не копать эту автомобильную дорогу, которая будет сделана за федеральные деньги в рамках национального проекта. Ну, и есть и текущий, да, ремонт капитальный, да, то есть по износу сетей, то есть если газовая, если газопроводы, там раз в пять лет делается диагностика этих газопроводов среднего и высокого давления, и если уже по диагностике подходят, то ведутся работы. В этом году тоже в том числе, да, какие-то были участки обработки? Сразу по воде, то есть в общем достаточно, ну, если говорить о цифрах, то программа там водоканала, это порядка в 130 миллионов, да, в денежном эквиваленте капитального ремонта, теплосети порядка в 80 миллионов. В год? Да, в год. Они тратят эти деньги на модернизацию существующих сетей. То есть горсвет тоже порядка в 120 миллионов. Это все замена кабельных сетей, которые обеспечивают спокойную жизнь граждан. Ну, с этим разобрались, да, тепло в наших домах будет. Теперь к дорогам. Да, еще одна история такая зимняя, это снег. В нашем городе даже не всегда обильный снег, но это скользкие дороги, да. Готовы ли дорожные службы к зиме? Дорожные службы готовы, как я уже сказала, полностью изготовила песко-соляная смесь, заготовлена всеми, у нас районная администрация отвечает, да, каждый в своей части района, каждый заключает контракты, все контракты заключены на этот год, на начало зимы следующего года. Техника готова, тротуары убираются, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Как мы мечтаем. Как мы мечтаем, но, да, но опять же, и сейчас, ну, ведем работу там с управляющими компаниями, то есть, что возле дома, дом, это имущество тоже людей, то есть, да, и должно быть управляющие компании, отрабатываем с торговыми центрами, с магазинами, там, совместная жилищная инспекция, опять же, отрабатываем по управляющим компаниям, чтобы помимо, потому что бюджета города не хватит убирать возле каждого подъезда, тот же снег. То есть, это работа в жизни. Ну, я так слушаю, большое количество действительно людей взаимодействует, помимо комитета городского хозяйства, это ТСЖ, это управляющая компания. Я так полагаю, в этом случае, возможно, еще там где-то госавтоинспекция, которая тоже там с дорогами так или иначе связана, и которая тоже заинтересована в том, чтобы дороги активно, да, чтобы дороги были готовы к зиме. Кстати, что касается техники, по песко-сориену противогололедные материалы понятно. Что касается техники, вот, будут, если вдруг снегопады? Достаточно ли у нас техники, чтобы убирать снег с дороги? Техники, знаете, всегда хочется больше, чтобы предотвратить коллапсу такого не будет. Всегда, конечно, хочется техники, хочется, там, если это промышленный район, да, самый большой район, чтобы одновременно здесь скрымок работало. И на Доваторцев на больших улицах. В каждом дворике маленький такой ездит, убирает. Ее никогда не будет много. Ну, мы не Москва, к сожалению, где там, где-то не бывало, когда иногда там у них, ну, просто там на каждый кусок тротуара... Ну, ее, чтобы обеспечить нормальную жизнь города, и не было никаких завалов, заторов, закрытий, конечно, не дай бог вообще на моей памяти такого не было, такого не будет. Ну, всегда хочется больше, и спасибо губернатору, есть программа ЖКХ, мы ежегодно участвуем в ней по приобретению коммунальной техники. Приобретаем КДМ, приобретаем Бобкэта. Новая вот эта техника, до сих пор нам не очень привычная для нас, когда их вижу. Бобкэт, вы говорите, да, это называется? Да, маленькие, которые шатко вперед. Вот, да, прекрасная техника, новая такая, действительно. Ну, я не знаю, по мне так, может быть, я оптимист, но мне кажется, что действительно там чудес не бывает, и мы должны тоже как-то участвовать. Мы должны понимать, что зима особое время года, когда действительно, ну, нужно там времени чуть больше запасти, чтобы выйти, потому что будет все равно гололед, будет немножко скользко. Но в целом мы сегодня услышали, мы готовы, мы готовы к зиме, мы в зиму вступаем. Мы уже вступили сегодня. Вступили, да, мы в зиму вступили, и мы вступили, и, в принципе, мы можем сказать, что... Зима уже не близко, зима здесь. Зима уже здесь. Да, поэтому, друзья, мы в этом году, давайте пореже употреблять словосочетание «зима пришла неожиданно», поскольку мы действительно к зиме готовы. Спасибо вам большое. Я напомню, моим собеседникам сегодня был руководитель комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, заместитель главы администрации города Иван Александрович Скорняков. Еще раз большое вам спасибо, Иван Александрович. Удачи и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!